Итак, друзья, давайте поприветствуем Ольгу, HR бизнес, Coca-Cola. Ольга Красильникова, ваши аплодисменты. Добрый день, друзья. Рада вас приветствовать. А может быть погромче можно? Можно погромче? Оператор разрешит? Давайте погромче. Рада вас приветствовать на нашей встрече, ведь она посвящена интересной и одновременно важной теме. Чему учиться в школе, в УЗИ, по жизни, таким образом, чтобы построить успешную карьеру. Я представлюсь, я все-таки не HR бизнеса Coca-Cola, HR бизнес-партнер Coca-Cola. То есть я поддерживаю одно из крупных подразделений в компании Coca-Cola здесь, в России. При этом получила основное образование уже много лет назад по организационной психологии, психологии труда. И в прошлом году дополнительное образование по карьерному консультированию в школе карьерного менеджмента, которую сегодня здесь и представляю. Я люблю карьеру свою и вашу, поэтому я здесь. И в соцсетях вы можете меня найти по хэштегу MyWayOKOK и Ольга Красильникова. Итак, поехали. И мне хочется начать с двух кейсов. Это две реальные истории, истории, которые произошли не так давно в моей команде в Нижнем Новгороде. Я сама из Нижнего Новгорода. История первая. Василий получил два высших образования в финансовой сфере, в разных вузах. Окончил бакалавриат и магистратуру, при том, что владеет английским языком на продвинутом уровне. Получил шесть бумаг по международной дополнительной сертификации SSA. Может быть, вы слышали. Очень престижное, дорогостоящее образование. Вау, круто, можем и сказать. Если бы не одно но. Если мы возьмем в расчет карьерные перспективы Василия, все имена, кстати, вымышленные, все совпадения являются случайными, мы бы с вами думали по-другому. Потому что карьерные перспективы для Васи – это увольнение. Почему? Будем с вами сейчас разбираться. История вторая, Ирина. Также получила высшее образование в финансовой сфере. Почему они оба из финансовой сферы? Потому что я курирую крупное финансовое подразделение, и это моя команда. Она получила должность старшего бухгалтера, шла к ней очень долго, долго работала. Гораздо дольше, чем другие коллеги в среднем. Но все-таки добилась ее, получила дополнительное техническое образование и практически в совершенстве владеет программами, многими программами из пакета Microsoft Office. Думаете, она молодец? Не тут ты была. Потому что ее карьерная перспектива – это увольнение. Давайте подумаем, почему так может быть. Вот на ваш взгляд, есть какие-то мысли, идеи, которые в голову приходят? Нет опыта работы? Есть. Давайте. Не умеет приспосабливаться? Да. И это часть правильного ответа. Спасибо. Может быть, они мало учились? Вы видите из описания, что они учились много. У обоих есть высшее образование, у Васи даже не одно, бакалавриат, магистратура у обоих. Нет, они учились много. Получили дополнительное образование в разных сферах, в финансовой, в языковой, в технической. Но может быть, они плохо учились? И тоже нет. Потому что, когда я посмотрела средние баллы у того и у другого, по пятибалльной шкале, это было 4,6-4,8 балла. Хорошие оценки, отличные оценки. Причина не в этом. Вопрос другой. Может быть, они не тому учились? Да. И это как раз вопрос самый правильный, самый интересный для нас с Вами. Потому что ответ – да, они учились не тому. Не то чтобы совсем не того. Но фокус был только на одной из составляющих. Вот почему так происходит? Наверняка Вы слышали понятие вука мира. Слышали? Чтобы мы в одном поле информационном. Вот я вижу, да, что качаете головой, что да, слышали. Чтобы мы в одном информационном поле находились. Я все-таки кратко очень прокомментирую. Это понятие, оно отображает то, в каком мире мы живем и как он быстро меняется. Его впервые ввел в обиход американский военный полковник, доктор поведенческих наук Стефанас Гаррес. И он его ввел для своих целей. Для того, чтобы показать, разобраться, как быстро можно научиться реагировать в военной обстановке, в боевых действиях. А потом оно в бизнес прикочевало. Вы видите, что это аббревиатура. И каждое слово имеет свою наполненность. И вот каждое слово отражает характеристику того мира, в котором мы с вами живем. Волатильность, изменчивость, нестабильность, неопределенность, неопределенность, комплексити, сложность и амбигиоти, неясность, двусмысленность. Это тот мир, в котором мы сейчас с вами находимся и в котором будем мы дальше жить, учиться и работать. И в целом это понятие, оно отражает как раз то, о чем вы говорили, это умение приспосабливаться. То есть будет успешен и вообще в принципе будет тот, кто умеет быстро адаптироваться. И чтобы проиллюстрировать вот эту вот концепцию вука мира на цифрах, я собрала несколько из них на слайде для вас. Кстати, вначале не сказала, что если вы какую-то информацию посчитаете цены для себя, вы можете фотографировать слайды, это все для вас. Итак, цифры. Мир настолько быстро меняется, мир настолько… он не стоит на месте, да, и это мы чувствуем на себе, и это отражает данная статистика. Смотрите, до 2022 года всего лишь осталось три года исчезнут в мире 75 миллионов рабочих мест, при этом появится 133 миллиона. То есть если мы с вами говорим про то, что, боже, что происходит, где мы будем работать, мы будем работать, и рабочих мест будет много, только они будут другие. И к 30-му году, по мнению специалистов из Сколково, наших отечественных, 57 вполне успешных профессий исчезнут с рынка России. И к 30-му году совсем немного осталось, но при этом появится 186 новых. Откуда это? Это диджитализация, роботизация процессов. То есть все, что сейчас начинается, и это и будет развиваться. Это самый основной тренд. Дальше. Средний срок жизни навыка 2,5-5 лет. И это по самым оптимистичным расчетам. Вот вчера я была на вебинаре компании SHL, и они говорили, что срок жизни технического навыка, IT-навыка, меньше, даже до полутора лет может доходить. То есть мы с вами должны очень быстро учиться. Вот про это говорил предыдущий спикер, не запомнила, как его зовут, Владимир. И это абсолютно правильная мысль. Статистика это отражает. Чтобы быть успешными, мы постоянно все время должны учиться, учиться и учиться. И последняя цифра, которая меня буквально полгода назад повергла в шок, когда я ее увидела, это количество информации, которая на нас обрушивается, в 9 раз увеличился объем за 2 последних года. То есть чтобы научиться выделять главное, нужно очень сильно стараться. Вы знаете, я даже себе на рабочий стол год назад поставила просто белую картинку с надписью «Фокус». Будь сконцентрированным на основной, на самой важной задаче. Это мне действительно помогало. Это вот как к лайфхакам по тайм-менеджменту от спикера, который был до Владимира, от Светланы. И вот эти большие-большие изменения, они нас заставляют очень быстро бежать. Как говорит одна из моих коллег, мы бежим настолько быстро, не зная куда, что теряем тапки. Вот очень часто в жизни именно такая ситуация происходит, что я бегу, не смотрю по сторонам и вообще не понимаю, что происходит. И в такой ситуации мы с вами забываем про цель. Про цель, куда идем, чему хотим научиться, куда хотим прийти, какой результат я хочу для себя получить. Вот, по сути, мы с вами очень близко подходим к такому понятию, как образовательный результат. Вот если говорить о том, чтобы каждый из нас с вами здесь сидящих был действительно востребованным специалистом, чтобы вы любили свою работу, чтобы вы могли построить успешную карьеру, нужно задать себе, вот там есть, да, место свободное. У нас, мы с вами должны прежде всего ответить на вопрос, а чем я хочу заниматься, какую профессию я хочу получить. И это долгосрочная для нас с вами цель. Чтобы к ней прийти с точки зрения образования, да, то есть сегодня тема у меня про образовательный результат. Вот чтобы я дошел до своей профессии, чтобы я научился, мне кажется, вот сюда вы можете сесть, в самый уголочек. Мы с вами должны дальше рассмышлять, рассуждать, а что тот специалист, которым вот я хочу быть, должен знать, какими знаниями обладать, а какими умениями он должен обладать, что он должен уметь делать, какими навыками обладать, какими комитенциями, какой он вообще в принципе должен быть, что для него должно быть ценным. И отвечая на эти вопросы, вы формируете для себя картину успеха. То, чему я должен научиться, знания, умения, навыки, и дальше оценить себя. А какой я сейчас? Есть ли у меня сейчас вот те знания, те навыки, те умения, которые необходимы данному специалисту? И дальше строить план, план движения к этой цели. И мы с вами очень вот сейчас практически говорим о, раскрываем тему образовательного результата, то есть того набора знаний, умений и навыков, которых мне необходим для того, чтобы быть успешным вот в своей сфере. Вот мне хочется на примерах разобрать. Когда я готовилась к этой презентации, я понимала, что, наверное, самое лучшее – это вот от частного к общему прийти. По мнению специалистов РБК, есть профессии, которые будут топ-профессиями к 30-му году. Это, например, профессия менеджер фонда инвестиций в талантливых людей. Это, например, профессия менеджер по космотуризму. Это, например, профессия экопроповедник. Вот на примере таких профессий я хочу с вами обсудить образовательный результат, потому что, возможно, через несколько лет, к 30-му году, кто-то из вас будет менеджером фонда инвестиций в талантливых людей. Давайте попробуем порассуждать. Вот на ваш взгляд, какими знаниями должен обладать этот специалист? Что он делать будет? Сейчас фонды инвестируют в стартапы в основном. Но даже сейчас уже есть тренд, что инвесторы говорят, нам не важен бизнес-проект, нам не важна идея, нам важен человек, который это будет реализовывать. И эта тенденция, она будет усиливаться. Так вот менеджер фонда инвестиций в талантливых людей, его основной задачей будет находить эти таланты и их развивать. Вот исходя из этого, на ваш взгляд, что должен знать такой менеджер? Если вы хотите стать врачом, то знание стоит вам, как мыслить, что вы будете, когда вы правильно делаете, правильно делаете. Работать с информацией. Должен понимать, кто такой талант, как его найти. Что? Самому, возможно, обладать этими талантами, да. Но есть такая шутка, что в обучении идут те, кто ничего не умеет делать, только учить. Так, а еще он должен быть психологом, да, то есть хорошо разбираться в том, что думают, чувствуют другие люди, какие психологические особенности есть у разных людей. Так. Так, он должен обладать навыками убеждения, потому что не каждый талант согласится в каком-то проекте участвовать. Вы абсолютно правы, да. То есть этот человек должен уметь, должен знать, что такое знание, умение, навык, компетенция. Должен понимать, как определить эти знания, умения, навыки, компетенции. Должен помочь составить план индивидуального развития этому таланту, потому что это одна из его основных задач. Здорово. Вот вам другая профессия, которая тоже будет для нас обыденностью к 2030 году. Тренер по майнд-фитнесу. Как думаете, а этот специалист какими знаниями должен обладать? Друзья, можно поднимать руку, я буду подходить. Что он должен знать, на ваш взгляд? Психологию. Если говорить про майнд-мозг, то это все, что связано с работой нашего мозга. То есть это человек, который занимается развитием когнитивных познавательных процессов. Это внимание, память, мышление. Должен ли он обладать, например, навыками убеждения, которыми обладал менеджер по инвестиции? Да, совершенно верно. Должен ли он, например, уметь выражать свои мысли или генерить идеи? Скорее всего, да. Еще одна профессия интересная. Говорили сегодня о виртуальных мирах. Дизайнер виртуальных миров. Что он должен уметь, что он должен знать? Должен быть креативный, должен уметь по-другому посмотреть на вещи. Я немножечко переформулирую вашу мысль. Да. А еще, вот если он должен создавать мир, то должен ли он знать физику, например? Скорее, да. Для того, чтобы… Так. Физические процессы, да, только… Что? Реалистичность. Реалистичность, да, чтобы мир был… Виртуальный мир был реалистичным. Такой же ландшафт, например, как в реальном мире. Звуки, запахи, да. Согласна с вами. И вот если мы с вами сейчас попробуем классифицировать то, что сейчас называли, на примере этих трех специальностей, то мы с вами увидим, что каждый из этих специалистов эксперт в какой-то узкой сфере, в предметной одной или нескольких. Вот, например, менеджер инвестиций, фонда инвестиций в талантливых людей, он эксперт в понимании того, как развивать талант, что такое компетенция. Какие-то методы оценки бывают. Тренер по майн-фитнесу – эксперт в когнитивных процессах, в психофизиологии, физиологии. Дизайнер виртуальных миров, эксперт в технической сфере, в физике. Это предметные знания. И если говорить в целом, то то, что вы знаете в одной или нескольких сферах, это предметный образовательный результат. И, скорее всего, это ближе всех к тому, с чем вы сейчас живете. Если взять школу и вуз, то основной фокус как раз на предметном образовательном результате. Дальше. Метапредметный образовательный результат – это то, что не относится ни к одной сфере. И вы про это тоже говорили. То есть это то, могу ли я коммуницировать или нет. Могу ли я генерить идеи, а это тоже навык, или нет. Могу ли я работать с командой, или у меня не получается это делать. А может быть, я и цель себе не могу поставить, потому что все это тоже метапредметные умения. И у нас осталась с вами еще одна составляющая – это личностный образовательный результат. То есть это то, как я отношусь к себе, то, как я отношусь к своей команде, то, как я отношусь к самому процессу обучения. А могу ли я сам себя мотивировать на изучение того же самого предмета, то есть самопредметной области, в которой я развиваюсь. То есть это все то, что связано с нашими смыслами, с нашими ценностями, с нашими установками. И вот мы уже с вами, да, я уже упоминала, что если мы возьмем настоящую текущую школу или ВУЗ, то большинство из них, к сожалению, делают фокус на предметный образовательный результат. При том, что в федерально-государственном образовательном стандарте все вот эти три составляющие перечислены. Когда я не так давно, несколько месяцев назад открыла наши образовательные современные стандарты, которые есть у нас сейчас в России, там это все перечислено. Это означает просто, что мы не сфокусированы, когда мы учимся в школе или в ВУЗе, на получении знаний, которые нас учат общаться, взаимодействовать, развиваться как личность. И вот мы сейчас уже очень близко к ответу на тот вопрос про Васю и Иру. Почему у них не получилось? Почему им светит увольнение? Да потому что, все просто, да, да потому что они были сфокусированы только, как и мы с Вами сейчас, в большинстве своем, на получении знаний. Они много и усердно учились, практически, мне кажется, больше даже, чем 15 лет. 11 лет школа, 4-6 лет в ВУЗ, дополнительное образование. Они много учились, хорошо учились для того, чтобы их уволили. Потому что они не фокусировались на том, как научиться слышать друг друга, слышать своего коллегу, слышать своего клиента. Они не учились работать в команде, они не учились быть креативными, они не учились учиться. И поэтому пришли к тому, к чему пришли. Вот чтобы с нами, с каждым из Вас это не произошло, я предлагаю Вам подумать о себе. И ответить на все те вопросы, которые мы сейчас с Вами озвучиваем самому себе. Чтобы Вам было проще, я подготовила шпаргалку. Она может остаться с Вами. Я постепенно буду выводить на экран. Это все то, о чем мы с Вами только что говорили. Что мне нужно знать в своей предметной области? Это предметный образовательный результат. Те знания, умения, навыки, которые мне нужны для того, чтобы быть успешным в своей профессии. Вот кем Вы хотите быть? Допустим, менеджером по роботизации. Я должен уметь программировать, знать Python. Я должен уметь работать в Excel. Я должен уметь работать в PowerPoint, в Prezi. Ну, что еще, какие технические навыки нужны? Ну, в Microsoft, например, да? Это то, что мне нужно знать в предметной области. Вторая составляющая, которую мы с Вами обсуждали, это что мне нужно уметь. И здесь очень популярна сейчас модель 4К. 4К. Критическое мышление, креативность, коммуникация, кооперация. 4К – это навыки будущего. Если Вы загуглите, то подробно можете про это прочитать. Но все это, опять-таки, повторяюсь, отображено в наших образовательных стандартах. Тому, чему нас должны учить в школе и в УЗИ, но чего, по сути, не происходит. И я еще сюда добавила умение учиться. Потому что без этого метанавыка мы не сможем быть успешными в УКО-мире. И последняя составляющая – какой я? Какой у меня смысл, какие у меня ценности, какие у меня установки? Погодите, не фотографируйтесь, там еще кое-что есть. Вот эти три составляющие позволят Вам построить успешную карьеру. Потому что когда Вы будете осознанно работать на получение вот этих знаний, умений, навыков в каждом направлении, Вы сможете быть гармоничным в своей профессии. И вопрос, который постоянно нужно себе задавать – а как я пойму, что достиг цели? И с помощью этого вопроса мы меряем промежуточный результат и финальный результат. Где я? Я насколько придвинулся вот к тому желаемому образу, который я себе нарисовал? Близко я или далеко? Ага. Я, например, понял, что у меня развито критическое мышление, я хорошо умею анализировать, принимать качественные взвешенные решения. Но я, например, это плохо делаю, когда времени мало, когда дефицит времени. Тогда я здесь усиливаюсь и специально себя тренирую делать это быстро. Или, например, я могу идеи креативить. У меня получается, это здорово. Но если я один, дома, сосредоточенный, в наушниках, мне никто не мешает. Но часто так получается, что мы в open space работаем вокруг нас. Нас люди, они шумят, галдят, отвлекают. Каждые 8 минут, потом 2 минуты приходится сосредотачиваться. И тогда я этому учусь. Поэтому вы сами определяете, постоянно делаете чек, срез, достиг, не достиг, где я, и корректируете свой план развития. Домашнее задание для тех, кто хочет всерьез позаботиться о своей карьере. Освободятся те, кто найдут автора, цитата, Борин на картинке. Видите, нет? Ну, маленький слайд, я думала, будет больше. Видите, нет? Симпсона, да, Гомера? Он не любил учиться, поэтому он там, где есть, он, видите, на квадрокоптере висит. Но это чтобы немножко вас развеселить в конце презентации. Итак, домашнее задание. Попробуйте пройти по схеме, которая была на предыдущем слайде. Прямо сядьте, выделите немножечко времени. У кого-то займет чуть больше, у кого-то чуть меньше. Может быть, не получится с первого раза. Может быть, нужно будет несколько делать заходов, несколько раз садиться и думать, кем я хочу стать. Еще раз, да, вот я просто напомню. А кем я хочу стать? А что должен знать, уметь этот человек? А какой он должен быть? Что для него ценно в работе? А какой я? Чего мне не хватает до того, до этой идеальной картинки? И наметить шаги по достижению этой цели, этого результата. И когда вы вот этот вот план составите дома, вам будет проще потом по нему идти. Вы будете действовать осознанно, вы будете осознанно работать на достижение предметного результата, на достижение, на формирование мета-навыков. Вы будете осознанно работать над своими личностными качествами, над пониманием того, о какой я и что для меня ценно в работе, почему я иду в эту профессию. Может быть, случится так, что вы поймете, что ваше-то другое, что ваше любимое дело совершенно другое. И закончить мне хочется цитатой Стива Джобса «Концентрация и простота. Чтобы мыслить ясно, вы должны приложить большие усилия. И это того стоит, потому что так вы можете свернуть горы». Это история про нашу осознанность. Вот когда вы осознанно работаете на достижении того результата в сфере обучения, который есть, который мы обсуждали по этим трем направлениям, вы сможете только тогда построить успешную карьеру, где будете счастливы на работе. У меня все. Я благодарю вас за время, за ваше внимание. Буду рада вопросам, если они есть. Можно спросить. Вот вы сказали, что тем людям, которых увольны, не хватило трех качеств, ну, точнее того, что они должны были научиться. И вы сказали, что в школах и всяких университетах должны этому учить, но фактически не учат. И как это получить? Это самому самостоятельно нужно узнавать? Или есть какие-то места, где этому учат? Спасибо за вопрос. Он очень правильный, он очень глубокий. Это как раз… Ты абсолютно прав, да? Это история про то, что если я понимаю, что мне в школе не хватает этого, значит, я с одной стороны поищу источники, где могу эти знания, умения получить. Сейчас много очень кружков, сейчас очень много вебинаров, сейчас очень много различных проектов, в которых можно это научиться делать. При этом, вы знаете, у меня есть сын, ему 15 лет. Мы постоянно с ним дискутируем про то, что полезна школа или не полезна. Он не хочет туда ходить. Я ему говорю, Иван, соберись. Я говорю, школа тебе нужна не только для того, чтобы знания получить, но и для того, чтобы научиться взаимодействовать с разными людьми. Ты же придешь на работу, у тебя будут там же эти же люди, а ты не научишься в школе. В школе более-менее безопасная среда, в которой ты можешь это сделать. Смотри, в школе есть проект, например, по неклассной какой-то деятельности, ну, я не знаю, например, День семьи, и можно бы участвовать в этом конкурсе. Или, например, какой-то физкультурный день, и там можно принять участие. И так вы эти навыки будете даже в школе развивать. Просто когда вы начнете думать про достижение вот этого метапредметного образовательного результата и личностного, вы увидите, что в школе и в ВУЗе все эти условия, они есть. Просто мы не сфокусированы на них. Вот ты придешь завтра в школу и посмотри. Ага, мне дают сложную задачку, учитель. Я могу сказать, а, эта алгебра мне никогда не пригодится. А можно на это по-другому посмотреть? Как на задачу, где я могу развивать свое критическое мышление? посмотреть то решение, которое я принимаю. На какое оно? Оно взвешенное, оно учитывает все варианты развития событий или нет, или как-то по-другому. Или прежде чем ответить учителю, да мне ваша литература никогда не пригодится. Это невзвешенное решение, согласись, потому что мы риски не учитываем, потому что нас, этот учитель, будет еще ОГЭ принимать экзамен или ЕГЭ, и это нам может откликнуться. Как можно ему ответить правильно, хорошо, для того, чтобы это потом тебе на руку сыграло? Вот, пожалуйста, ситуация, в которой мы развиваем наше критическое мышление. Или, например, урок рисования, где можно креативность ту же самую развивать. То есть в школе полно, полно, полно возможностей для развития всех трех вот этих составляющих. Главное осознанно на них смотреть, потому что наше то, что осознанно. Если мы не осознаем, то мы не можем этим управлять. Ответила на вопрос? Понятно? Сейчас? Не сложно? Здравствуйте, скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что есть определенные критерии, которые работодатель учитывает, когда берет на работу. Предыдущий спикер тоже об этом говорил. А вообще, как вы считаете, высшее образование, оно будет эффективно, если за два года в 9 раз информация меняется? Вот через 10 лет оно будет эффективно или нет? Или надо стремиться к чему-то другому? Сейчас же, вот мы сейчас это все просмотрели, вот каша в голове, есть образование, которое огромных денег стоит, на самом деле. Есть где-то большие конкурсы, а это нам вообще нужно в будущем? Смотрите, во-первых, это можно попробовать прогнозировать, потому что есть то же самое, Сколково опубликовало, и оно поддерживает атлас профессий. И можно смотреть туда, можно смотреть на тренды. То есть, если мы говорим по развитию профессий, если мы говорим о том, что одни профессии уходят, другие появляются. Появляется все то, что связано с роботизацией, с диджитализацией, появляются новые ниши. То есть, можно говорить о том, что вот сфокусироваться на эту сферу. Если самому сложно принять решение, можно советоваться с теми же самыми карьерными консультантами. Если говорить об образовании в целом, то я бы говорила, что нужно. То есть, понятно, что предметные знания, они будут устаревать. И это наша задача с вами, постоянно их нарабатывать. То есть, постоянно учиться, постоянно догонять. Вот как Алиса в «Стране чудес», помните, да? Чтобы стоять на одном месте, нужно очень быстро бежать. При этом школа и вуз, они учат вот этим двум другим еще составляющим. И вы этому нигде не научитесь, если не будете получать образование. Если будете сидеть дома, например, на семейном образовании. Простите, я не сторонник. Потому что школа, какой бы она, может быть, иногда жесткой не была, но это хорошая подготовка к взрослой жизни. Важно просто обсуждать это с ребенком, то, что происходит, как себя вести, о чему эту ситуацию могут научить. И тогда образование будет более эффективным. Ответила на вопрос? Еще вопросы? Необязательно вставать, не надо. И сейчас у меня такая проблема, я не могу найти себя. Я, например, в дороге не знаю, что делать. Остаться, в которой я хочу, или какую-то другую. Спасибо. Я не совсем услышала. То есть у вас… Лиль, может, ты продублируешь? Давайте вот… Извините, пожалуйста. В общем, я не могу определиться, что мне делать. Как дальше быть, как найти себя. и что сделать, чтобы понять, как в будущем работать. Все такое. Спасибо. В такой ситуации… А вы пробовали уже что-то самостоятельно предпринимать? Не получается. Ну, тогда я рекомендую все-таки обращаться к специалистам. Сейчас это… Как бы все более и более развитой становится сфера карьерного консультирования. Вы даже можете… Эльмир, да, я правильно услышала? А, Даниил. Даниил, вы можете… Вот сейчас есть зона, где работают карьерные консультанты. Вот здесь вот. Вы можете к ним подойти и получить бесплатную консультацию. Есть очень много разных методик, которые позволяют как раз найти дело своей мечты, да, дело, которое будет приносить радость, удовольствие. Вы можете пройти профтестирование, которое здесь находится. Но если самому все-таки сложновато, я бы рекомендовала обращаться за профессиональной помощью. Есть ли еще, коллеги, вопросы? Спасибо, да, тогда. Всего доброго. Большое спасибо, Светлана. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...